Тысячи доз спутника ВИД оставили во все регионы страны. Одними из первых привились местные чиновники, которые изрядно волновались. Однако все в один голос твердили, процедура должна стать основой формирования коллективного иммунитета, чтобы страна смогла вернуться к прежней жизни. За самочувствием тех, кто получил первый укол, следили наши корреспонденты. Первая партия антиковидной вакцины прибыла в Мангистаусскую область спецбортом ночью. Препарат спутник ВИД сейчас хранится на прививочном складе облздрава. Прививки станут главным оружием против коронавируса, который впоследствии помогут населению приобрести коллективный иммунитет. Больше всего препараты получили в Карагандинской области 1750 доз инъекций. 1450 отправлено в Алматинскую область. Чуть меньше по 1300 доз было передано Акмолинской и Туркестанской областям. Остальные регионы получили по 1200 доз. В Западно-Казахстанской области открыты 26 прививочных кабинетов. На одном из них расположено в здании первой городской поликлиники. Мы сейчас и находимся сегодня в числе первых, кто прививается. Первые руководители и главные санврачи области, а также медицинские работники. Вот именно сейчас проходит эта медицинская процедура на глазах у всех наших коллег. Не менее 70% населения должен быть у нас в коллективной иммунной простойке. Поэтому я призываю наших жителей. Еще раз хочу. Вакцина безвредна, в добровольной основе. Никаких, вы видели, я только что получил, никаких побочных, других местных реакций нет. Сижу в данный момент в фильтре на период карантина. Принимаю там пациентов болеющих. Я сделала сейчас прививку. Чувствую себя хорошо. Многие, да, не верят. Говорят, что это, наверное, плацебо, не настоящая вакцина. Нас ознакомили с аннотацией. Сертификат качества. Я доверяю этой вакцине. В Жамбылской области одними из первых получили прививку от COVID-19 глава областного управления здравоохранения Осет Калиев и заместитель Акима области Берит Нигмашев. Последний во время вакцинации выглядел серьезным и сосредоточенным. Сказывал с волнения. А вот руководитель облздрава, напротив, похоже, не переживал. Я спокойно. Просто я уколы боюсь. Я перед тем, как прийти, как любой человек, очень волновалась. Даже на работе было давление. Их не было здесь. Но когда села, успокоилась и совсем не ощутила даже. Я не дала эту прививку, потому что по возрасту мне 60, я еще работающий человек. Вводит препарат два этапа. Следующая доза будет введена через три недели, чтобы выработались антитела. По словам специалистов, вакцина от коронавируса практически ничем не отличается от обычной. Возможно, небольшая температура, покраснение и отек на месте укола. Реакция индивидуальна. Поэтому первые полчаса необходимо провести под наблюдением врачей. Давление, пульсы и температура в норме. Надеюсь, и другие жители не станут отказываться от прививок. Ведь пока это главная мера по профилактике коронавируса. Уже через две недели первую партию 112 тысяч доз спутника Ви выпустит в фармацевтический завод Караганды. А в следующем месяце объемы производства там увеличат до 150 тысяч. С апреля по июнь завод сможет производить уже по 600 тысяч доз в месяц. Росатканов, Руслан Газезов, Канат Махмутов. Уральск. Итоги дня.